Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о взаимодействии общества и природы. Слово «общество» всем известно из обихода нашей жизни. Оно привычно для нас, и мы, не задумываясь, произносим его. При этом это многогранное понятие, и у него может быть множество определений. Общество может обозначать определенную группу людей, объединившихся для общения или совместной деятельности, определенный этап исторического развития или отдельную страну. Обществом может быть человечество в целом. В широком смысле наука определяет общество так. Это обособившееся от природы, но тесно с ней связанная часть мира, которая включает в себя формы объединения людей и способы их взаимодействия. Существует несколько определений и понятия природа. В широком смысле природа — это весь окружающий человека мир, во всём многообразии его форм и проявлений. В узком смысле природа — это весь материальный мир, за исключением общества. То есть это естественная среда обитания человека. В науке есть понятие второй природы. Это та материальная среда, которая была создана человеком, стремившимся улучшить условия своей жизни. К XXI веку сложилась чёткая система ценностей и моделей взаимодействия, которая определяет основной принцип отношения человека и природы. Это партнёрство. Таким образом, природа является естественным условием существования людей. Это ареал обитания человека и общества. Общество хоть и отделилось от природы, но осталось неразрывно связанным с ней. Общество как система сосуществует с природой, использует природные факторы, ресурсы и условия, изменяет их в соответствии со своими потребностями. Общественная жизнь — это исторический результат складывающихся между людьми отношений в результате длительного пути эволюции природы. При этом общество характеризуется специфической системой организации, отличающей его от других природных образований. Характеризуя общество как обособленную от природы часть мира, важно осознавать, что суть состоит в следующем. В центре общественного развития стоит человек, обладающий сознанием и волей. Природа существует и развивается по своим собственным, независящим от человека и общества законам. Общество подчиняется как общим с природой законам, так и своим собственным, которые зависят от сознания и воли людей. Общество — структурно организованная система. В нем присутствуют различные формы общественных отношений, развита социальная структура, налажено материальное и духовное производство, действуют социальные и политические организации и институты. Общество выступает в качестве творца, преобразователя и создателя культуры. Однако, говоря об обособлении общества от природы, мы имеем в виду его качественную специфику, но не оторванность от природы и процессов ее естественного развития. Природа оказывает влияние и воздействует на общество. Природа создает благоприятные или неблагоприятные условия для его развития. Так, великие цивилизации древности — Вавилон, Египет, Индия, Китай — возникали в устьях рек или плодоносных долинах. Благоприятные природные условия давали толчок к бурному развитию той или иной цивилизации. Ландшафтные и климатические условия способствовали развитию торговли, мореплавания, межкультурных связей. В то же время природная среда и природные катаклизмы могли не только тормозить развитие общества, но и стать причиной его гибели. Цунами, землетрясения, извержения вулканов, наводнения, оползни приводили в древности к исчезновению с лица земли целых племен и народов. На протяжении тысячелетий отношение общества к природе постоянно менялось, трансформировалось под воздействием религии, философии, науки. В этой связи выделяют следующие исторические этапы развития общества — античность. Основным принципом существования была гармония. Природа воспринималась людьми как совершенный космос, противоположный хаосу, и человек не воспринимал себя как нечто отделённое от природы. Средневековье. С одной стороны, под влиянием христианской религии природа воспринималась как нечто вторичное, более низкое, чем человек, наделённый божественной искрой, душой. Основным принципом существования было подчинение природы, возможность безнаказанно черпать природные ресурсы, аргументируя это тем, что Бог создал мир для человека. С другой стороны, природа воспринималась как идеальное творение Бога. Считалось, что только через познание природы возможно познать часть замыслов Творца. Эпоха Возрождения — это возвращение к античным принципам сосуществования с природой. Отход от природы и природного считался чем-то противоестественным, негативным. Природа для человека — источник радости, наслаждений и удовольствий. Новое время. Под воздействием научного прогресса установился новый принцип сосуществования человека и природы — полное подчинение природы и природных сил человеку. Природа стала объектом экспериментирования. Считалось, что любая природная сила, костная и инертная, должна быть покорена человеком и использована на благо общества. Современность дала начало формирования нового мировоззрения, основой которого стал принцип мирного, партнерского сосуществования человека и природы. Природа начала восприниматься как уникальный целостный организм, готовый для конструктивного диалога, служащий основой для жизни и деятельности человека. В настоящее время человеком освоены и изменены большие территории планеты. Это приводит к тому, что естественная среда подвергается давлению и зачастую уничтожается, заменяясь искусственными ландшафтами. Напомню, что ландшафт — это участок земной поверхности, ограниченный природными рубежами. Вам известно, что существует понятие «географическая оболочка». Это сфера взаимодействия литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы, в которой находится человек. А вот «географическая среда» — это область, где человек в настоящее время контактирует с природой. Оно сходно по смыслу с термином «окружающая среда», но является более точным, позволяя определить состояние окружающей природной среды в определенный период времени. В тех случаях, когда имеется в виду только природная среда, правильнее говорить об окружающей природной среде. При оценке роли географической среды в жизни общества ученые либо преувеличивали, либо недооценивали ее значение. При увеличении роли географической среды называют географическим детерминизмом или, по-баранскому, географическим фатализмом. Недооценку роли географической среды называют географическим нигилизмом. Такая недооценка была особенно актуальна для Советского Союза, где долгое время господствовал лозунг «Мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее наша задача». Географическая среда является важнейшим и необходимым условием жизнедеятельности человеческого общества. Она служит источником основных природных ресурсов. Вся история человеческого общества – это история взаимодействия его с природой, с географической средой. В ходе этого взаимодействия, при котором активной силой выступает общество, между ними происходит обмен веществ, имеющий сложный и во многом противоречивый характер. В целом выделяют три основных периода взаимодействия общества и природы. Это очень большие временные промежутки, длительность которых достигает более 3,5 миллионов лет. Палеолит или древнекаменный век? В течение этого этапа жизнь человека полностью зависела от природных условий. В это время люди жили собирательством, охотой, рыбалкой и не оказывали сколько-нибудь ощутимого влияния на природу. В течение долгих веков палеолита человек совершенствовался физически и нарабатывал навыки социального взаимодействия. Теперь человек не просто присваивал конечный результат природной деятельности уже выросшие плоды, животных и рыбу, но и сам научился земледелию и скотоводству. Неолит или новокаменный век был ознаменован принципиально новым способом введения хозяйства, производящей экономики. Степень воздействия человека на природу существенно возросла. Он стал вырубать леса, рыть подземные каналы, возводить дома и целые города. Переход в век промышленности и технических открытий связывают с научно-технической революцией XVIII-XIX веков. Ручной труд сменился машинным, производство достигло глобальных масштабов, человек стал производить товаров гораздо больше, чем ему было необходимо. И, соответственно, использовать природные ресурсы гораздо более интенсивно, чем это было бы приемлемо для естественного восстановления. Промышленная революция привела к тому, что изменения природных условий, которые раньше носили временный локальный характер, стали более всеобъемлющими и нередко необратимыми. Качественные изменения во взаимодействии общества с природой назвали техногенными революциями. Первой из подобных революций стала аграрная революция. Ее результатом стало зарождение производящего хозяйства, формирование новых видов хозяйственной деятельности людей, скотоводства и земледелия. С переходом от присваивающего хозяйства к производящему человек смог сам обеспечивать себя продуктами питания. Следом за земледелием и скотоводством возникают ремесла, развивается торговля. Аграрную сменила промышленная или индустриальная революция. Ее начало приходится на период с XVIII по XIX века. Суть промышленной революции заключается в переходе от ручного труда к машинному, в развитии крупной фабричной промышленности, когда машины и оборудование постепенно заменяют на производстве ряд функций человека. Индустриальная революция способствовала росту и развитию крупных городов, мегаполисов, развитию новых видов транспорта и связи, упрощению контактов между жителями разных стран и континентов. Свидетелями третьей техногенной революции стали люди, жившие в XX веке. Это постиндустриальная или информационная революция, связанная с появлением умных машин, компьютеров, развитием микропроцессорных технологий, электронных средств связи. В обиход прочно вошло понятие компьютеризация, массовое применение компьютеров на производстве и в быту. Появилась и мирная сеть интернет, открывшая огромные возможности для поиска и получения любой информации. Новые технологии существенно облегчили труд миллионов людей, привели к росту производительности труда. И сейчас наука не стоит на месте, продолжают внедряться кажущиеся фантастическими идеи. Но рост промышленности, открытие новых технологий работают сразу в двух направлениях. Делают человека более развитым технически, позволяют осваивать и открывать еще больше возможностей. Это с одной стороны. Отрывают человека от природы, ухудшают экологическую ситуацию и истощают природные ресурсы. С другой. Как вы помните, природные ресурсы подразделяются на неисчерпаемые и исчерпаемые, возобновимые и невозобновимые. Географическая оболочка земли обладает огромными и разнообразными природными ресурсами. Это минеральные ресурсы, учтенные запасы, месторождение полезных ископаемых, отложенные поверхностно и в водах озер и морей, используемые народным хозяйством. Земельные ресурсы – часть земельного фонда, который используется или может быть использована в народном хозяйстве. Водные ресурсы – это поверхностные и подземные воды, которые находятся в водных объектах и используются или могут быть использованы человеком. Биологические ресурсы – это природные источники получения необходимых человеку материальных благ. Мировой океан – кладовая за различных природных ресурсов – водных, минеральных, биологических, энергетических. Климатические и космические ресурсы – неисчерпаемые ресурсы солнечной энергии, энергии ветра и влаги. Рекреационные ресурсы – это совокупность природно-технических, природных, социально-экономических комплексов и их элементов, которые способствуют восстановлению и развитию духовных и физических сил человека, его трудоспособности. Однако запасы разных их видов далеко не одинаковые, да и распределены они неравномерно. Использование природных ресурсов – это лишь одна из форм взаимодействия человека с природой. Помимо этого, существует еще природоохранная деятельность, научно-исследовательская. Все эти мероприятия объединяют понятие природопользования, которое подразделяется на рациональное и нерациональное. Отдельные районы страны, регионы и материки имеют различные запасы природных богатств, которые обеспечивают социально-экономические возможности территории и его населения. Ресурсообеспеченность выражается количеством лет, на которые должно хватить данного ресурса, либо его запасами из расчета на душу населения. Давайте определим, на сколько лет хватит угля при современном уровне использования двум странам – Китаю и Индии. Простейшие расчеты показывают, что при рациональном использовании угля Индии хватит собственных запасов более чем на 109 лет, а Китаю с большим запасом только на около 93 года. То есть ресурсообеспеченность зависит и от масштабов извлечения, потребления. Это понятие является не природным, а социально-экономическим. Для рационального, разумного использования природных ресурсов в планетарном масштабе обществу необходимо избрать два основных пути освоения богатств Земли – экстенсивный и интенсивный. Современная концепция природопользования предусматривает обязательную оценку количества и качества природных ресурсов, расчеты уровня предполагаемого антропогенного воздействия и выполнения планов восстановления природной среды. Освоение новых территорий природных ресурсов без ущерба для природы – это переработка вторсырья, безотходное производство, энергосбережения, охранные мероприятия, которые необходимо провозить, чтобы избежать коллапса, необратимой деградации природной среды. Важно сохранять естественное равновесие, чтобы планета могла восстановиться. Только так мы сможем не допустить экологического кризиса в совокупности глобальных проблем, которые в своем развитии могут привести к смерти всего живого на планете. Следует помнить, что как бы далеко человек не шагнул по пути технического прогресса, он остается всецело зависимым от необходимости дышать, пить воду и питаться. То есть именно природа предоставляет нам то, без чего мы не сможем прожить и нескольких минут. За последние 30 лет на всем земном шаре было израсходовано столько природных ресурсов, сколько использовано за всю историю существования человечества. Нерациональное использование природных благ привело к тому, что на каждого жителя планеты приходится более 200 килограммов различных отходов. Думаю, что каждый из нас не хотел бы наблюдать подобные картины мира. Отношение к природе в случае с каждым конкретным человеком – это в первую очередь вопрос ценностей и мировоззрения. Подтверждением этому служит большое количество зеленых организаций, инициатив и сообществ, выступающих в защиту природы. Тема экологии Земли – это глобальные вопросы природопользования, охраны и восстановления еще не утраченных природных компонентов. Создание антропогенных комплексов без ущерба для природы. А теперь приготовьте тетрадь и ручку, и мы с вами выполним задание по теме нашего урока. Задание первое. Выберите правильные суждения. Общество – это совокупность всех форм объединения и способов взаимодействия людей, в которых выражается их взаимосвязь. Второе. Природа в узком смысле – это весь мир во многообразии его формы проявлений. Третье. В узком смысле под обществом понимают определенный этап исторического развития. Четвертое. Общество представляет собой закрытую систему, не взаимодействующую с внешней средой. И пятое. Природопользование – это совокупность мер предпринимаемым обществом с целью изучения, охраны, освоения и преобразования окружающей среды. Правильные варианты ответа. Первый, третий и пятый. Задание второе. Вопрос первый. Какое понятие описано? Исторический процесс, сближающий нации и народы, постепенно стирающий традиционные границы и превращающий человечество в единую политическую систему – это мировоззрение, социализация, глобализация или политизация. Вопрос второй. В каком веке появилось мировое сообщество? В шестнадцатом, восемнадцатом, девятнадцатом или двадцатом? Правильные варианты ответов в вопросе первом – третий, и в вопросе втором – четвертый. Задание третье. Выберите правильный ответ. В отличие от природы, общество является системой, находится в развитии, выступает в качестве творца культуры, развивается по собственным законам. Для современного постиндустриального общества характерна ведущая роль добывающей промышленности, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, информации и информационных технологий. Правильные варианты ответа для вопроса три-один – третий, для вопроса три-два – четвертый. На этом наш урок окончен. Всего вам доброго!